Дмитрий Куварзин 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 И вторая часть, это настольная игра, как бы бояли. Эта часть игры посвящена тем сподвижникам и оппонентам Петра, которые жили в то же время и активно участвовали в продвижении его реформ или в сопротивлении этим реформам. Итак, давайте остановимся на лото. Все, что я рассказываю, вы можете увидеть в правилах. Вы можете прочитать в правилах и крайне рекомендую обращать внимание на сайт, на котором мы подробно высказываем видеоролики, комментарии к игре и всякие подробности вам интересные. Итак, лото. Оно расположено в таком пакете, состоит из двух частей. Это 24 поля лото с ответами на вопрос. Ответы посвящены, как я уже говорил, основным событиям, связанным с жизнью Петра. Есть ответ и есть номер ответа. У каждого ответа свой номер уникальный. И есть 24 поля, по 6 ответов, всего 144 ответа, 24 карточки. И, соответственно, у нас есть 144 вопроса. Номер вопроса и номер ответа, как вы понимаете, совпадают. В чем заключается игра? Игроки перемешивают поля лото, кладут их, соответственно, рубашкой вверх, все 24, и набирают себе поля лото в соответствии с тем количеством игроков, кто играет в лото. В лото играет много людей, поэтому мы считаем, что все-таки будет играть от 4 человек. То есть это может быть 4, 6, 8, 12, ну и 24. При этом мы уже пробовали. Если людей больше, чем 24, то прекрасно делается как? Делается 4 команды с разным даже количеством участников и разбирается по 6 полей лото. Игра проходит очень весело и замечательно. Итак, мы считаем, что поля лото разобраны. Допустим, есть 4. Естественно, что у каждого есть поле лото. Вот мы кладем поле лото перед собой. В этой игре, соответственно, есть участники, есть ведущие. Конечно, кто-то должен быть ведущим, кто называет вопросы. Вопросы перемешиваются. К примеру, вот они перемешались. Кладутся в тот же самый пакетик. Можно их еще перемешать. И потихонечку начинают доставаться. Вопросы вытаскиваются в произвольном порядке и зачитываются. Допустим, вот я зачитываю. Азов наш. Если ответы достаточно серьезные, то вопросы все шутливые. Потому что учить историю хорошо, когда интересно и, в общем-то, весело. Ведущий зачитывает вопрос. И вот у меня выпал вопрос. Азов наш. Участники начинают искать ответ у себя на полях лото. И, допустим, у меня как раз лежит поле лото, где есть правильный ответ. Я говорю номер 23. Ведущий смотрит номер. Номер совпадает. Ведущий просит зачитать ответы. Я зачитываю. Крепость Азов сдалась. В 1696 году, 19 июля. Итак, в мае 1696 года 40-тысячная русская армия под командованием генералиссимуса Шеина вновь осадила Азов. Только на этот раз русская флотилия блокировала крепость с моря. Петр Первый принимал участие в осаде в звании капитана на галере. После этого, когда ответ зачитан, ведущий передает карточку с вопросом тому участнику, кто зачитал правильный ответ. И участник кладет карточку с вопросом на тот ответ в поле, где это самое. Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из участников не закроет правильными вопросами все ответы на одном поле или на нескольких полях, как договоритесь перед началом игры. Соответственно, если вы договариваетесь, что выигрывает тот, кто закрыл все поля, игра будет продолжаться дольше. Если договорились о том, чтобы закрыл два поля, игра будет продолжаться просто долго. Если одно поле, игра будет быстрее всего. Что случается, если никто не нашел ответ? Здесь, как договоритесь, вы можете либо эту карточку отложить, то есть она никому не достается, либо ведущий называет номер, зачитывается ответ, и ведущий передает карточку участнику, на поле которого есть этот ответ, который попадает под номер вопроса. Собственно, игра в АТО, как бы вот в этом заключается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok